Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня я хочу начать запись нового вязального влога, тем более для этого включения у меня есть потрясающий порт. На самом деле, только что я получила сообщение с новой почтой о том, что мне пришла потрясающая посылочка. Это мой заказ пряжи из магазина Мануфактура, и это будет очень-очень много пряжи, но вся она будет довольно бюджетной, поэтому мне уже не терпится взять вас с собой и показать вам, что же я в итоге купила, заказала и что же ко мне приехало, поэтому предлагаю сейчас вместе со мной прогуляться на почту, получить там посылочку, и затем уже откроем ее вместе с вами, посмотрим, что же интересненького мне там пришло. Вот, мне уже самой не терпится посмотреть, поскольку онлайн-покупки, знаете, темы интересны, что ты получаешь как бы удовольствие дважды, первый раз от того, что ты заказываешь, и второй раз, когда уже получаешь, открываешь, то есть у тебя как бы двойные покупки. Так что, да, давайте не будем затягивать, отправимся вместе в город, я покажу вам некоторые уголочки, и затем уже вместе с вами откроем нашу посылочку. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, давайте теперь я поближе покажу вам свои покупочки. Как я вам уже успела сказать, вся эта пряжа заказана в магазине Мануфактура, и на самом деле таких обширных и в то же время бюджетных покупок пряжи я не совершала, наверное, никогда в своей жизни. Я заказала ту пряжу, которую давно хотела попробовать, заказывала пряжу под конкретные проекты, которые давно у меня в голове, но я, к сожалению, никак не могла найти на них подходящую пряжу, и вот все карты сошлись, и цена, и сама пряжа. В общем, буду вам сейчас все это показывать. Начну я, наверное, с самой неоднозначной для себя покупки, самой неожиданной для себя. Это летняя пряжа. Да-да, я это сделала. Я купила первую в своей жизни летнюю пряжу. Вот так вот она выглядит. Посмотрите, какой красивый здесь цвет. Очень натуральный. Это такой бежевый. Это пряжа, которая называется Papiro. Производитель, кажется, называется Feel Company. В любом случае, правильное название я обязательно пропишу сейчас на экране. Это довольно тонкая ниточка. Сейчас я постараюсь вам ее показать. Ну, я думаю, вы уже видите, да, насколько она тоненькая. Вот так вот она выглядит. И здесь 1600 метров на 100 грамм. Что касается состава этой пряжи, то на сайте было указано, что здесь 60% хлопка и 40% льна. Однако на самой этикеточке, да, которая у нас присутствует в бобинке, здесь указано, что это 100% льон. Поэтому, честно говоря, я даже не знаю, чему верить. Информации на сайте, либо информации на самой, как бы, пряже. Поэтому в любом случае буду вязать. Для меня очень важно, что это летний состав, поскольку в планах у меня есть вязать для себя топ. Вот. Как вы знаете, в Норвегии довольно холодное лето. И в основном я ношу теплые лапопейсы, но, тем не менее, у нас бывает довольно жарко, больше 25 градусов. И на такие жаркие дни я хотела бы иметь в своем гардеробе какой-то летний легкий топ. Вот. И планирую его связать из папиру. Вот. И смесь льна, и хлопка. Конечно, изначально мне придется обзавестись моталкой, поскольку я планирую размотать эту бобинку на несколько более мелких моточков и вязать в несколько сложений. Вот. Наверное, это все, что я хотела вам рассказать по поводу этой пряжи. Единственное, что я не сказала, это цена. Цена у нее очень-очень гуманная. Значит, пряжа стоила 56 гривен за 100 грамм. Если вдруг я ошибаюсь, то правильно я подпишу на экране. И 200 грамм пряжи мне обошлось в 112 гривен. То есть это довольно бюджетно. Эквивалент в евро, как всегда, я укажу где-нибудь на экране в уголке. Вот. Поэтому можете посмотреть, если вам интересна именно цена этой пряжи. И, честно говоря, вот цены в Украине на бобинную пряжу меня невероятно порадовали. На самом деле, вот если бы в Норвегии был такой выбор бобинной пряжи, я, наверное, бы не покупала моточную. Но так как в Норвегии бобинной пряжи никакой нет, ни бюджетной, ни дорогой, вообще никакой, то приходится вот закупаться в Украине. Поэтому сейчас я покажу вам остальные бобинки. Их будет довольно много, поэтому запасайтесь терпением. И, да, давайте перейдем к следующей позиции. И следующая пряжа, друзья, которую я хочу вам показать, это вот такая вот потрясающая бобинка очень красивого синего цвета. Вот так вот она выглядит. Мне кажется, пряжа немного пересвечивается на камере, поскольку я снимаю при естественном освещении у окна. И, возможно, будет присутствовать небольшой пересвет. Но эта пряжа не слишком ярко-синего цвета. Она такая синяя, немного приглушенная, с небольшими, более светлыми вкраплениями, как бы серого цвета. В общем, очень-очень красивая пряжа. Это стопроцентная шерсть, которая называется Шетланд. Если вы знакомы с классификацией именно шерсти, то вы знаете, что Шетланд – это, скажем так, разновидность пряжи, которая производится из шерсти диких овец или овец, которые находятся на вольном выпасе. То есть они, скажем так, не домашние животные, а такие вольные зверьки. В общем, эта шерсть довольно грубая, довольно жесткая, такая шероховатая, очень теплая, и мне она этим как раз и нравится. Я давно хотела попробовать именно эту позицию. И эта пряжа называется Респект. Это 400 метров на 100 грамм, стопроцентный меринос. Из этой пряжи я планирую связать для себя толстовку. Я еще не уверена, буду ли я вязать в одну нить, либо в две. Здесь у меня 500 грамм. Я уверена, что мне этого вполне хватит на изделие размере SM. Поскольку я не хочу связать какой-то прям оверсайз-оверсайз, это будет такая не слишком длинная, но при этом довольно свободная толстовка, либо с капюшоном, либо просто с воротником в виде трубы. Но я сначала свяжу, конечно, толстовку для мужа, и потом уже возьмусь за изделие для себя. Вот такая вот красивая пряжа у меня появилась. Кроме потрясающего состава, великолепных свойств стопроцентной шерсти, меня покорила и цена этой пряжи. Она составляла на распродаже всего 38 гривен за 100 грамм. То есть за вот эту бобинку, которая весит полкилограмма, я заплатила всего 190 гривен. Я обязательно укажу эквивалент в евро, для того, чтобы вы просто удивились, насколько дешево можно купить потрясающую пряжу, например, в Украине. Я удивлена была очень. Так что очень рада, что нашла этот магазин, мануфактуру. Я не помню, где я нашла на него ссылку, либо просто в Инстаграм я случайно наткнулась, либо я все-таки в Сашином видео нашла ссылку на этот магазин и заглянув туда, просто не смогла уйти, знаете, как говорится, с пустыми руками. Так что да, вот такая вот пряжа у меня теперь появилась. И давайте я покажу вам еще несколько бобинок, поскольку это же еще не все. Итак, друзья, следующая бобинка, которую я хочу вам показать, выглядит вот таким образом. Это тоже 100% шерсть Шетланд. И у нее такой же метраж, как и у предыдущей, 400 метров на 100 грамм. Единственное отличие – это цвет, поскольку здесь меланжевый эффект у пряжи. Здесь как будто бы две пасмы пряжи разного цвета между собой соединены. Вот так вот это выглядит. Конечно, я не уверена, что моя камера сейчас передаст вам прям всю многогранность цвета, но я вам могу описать немного. Первая пасма, она как бы в коричнево-серых оттенках, а вторая в бежево-желтых. И вот две эти пасмы между собой соединены, и получается такой вот интересный меланжевый эффект. Здесь также у меня 500 грамм. Цена у этой пряжи аналогична предыдущей, то есть 38 гривен за 100 грамм. И бобинка 500 грамм мне обошлась в 190 гривен. Как всегда, полное название, состав и метраж я подпишу еще раз на экране, включая цену в евро для вашего удобства. Но я прям вижу, знаете, такой casual джемпер без горла, в таком, не знаю, стиле Шерлока. Не знаю, мне почему-то, я когда увидела эту пряжу, я сразу подумала о таком джемпере для уютных посиделок. Вот. Так что, да, вот такая пряжа у меня появилась. Очень красивый цвет. Надеюсь, он вам хорошо передается. Вот. Давайте я покажу вам теперь следующую бобинку. Это еще одна стопроцентная шерсть. И тоже Шетланд, как ни странно. Вот. Но она в более темном цвете. Конечно, на камере он немного перевирается. Мне кажется, пряжа передается более черной. На самом деле, это как бы темный графит. Я бы сказала, что пряжа похожа на уголь или на сажу. Вот что-то такое. То есть, это не чисто черный цвет. Здесь есть вкрапления более светлые, такие как серые. И как будто бы пряжа слегка припыленная. Здесь, к сожалению, нет этикетки. Поэтому я сейчас постараюсь вспомнить, как она называлась. Значит, друзья, я заглянула на сайт и посмотрела, что эта пряжа называется Шетланд, Супер Софт, Бота Паола. И здесь 500 метров на 100 грамм. То есть, ниточка немного тоньше, чем две предыдущие. Эту пряжу я приобретала для того, чтобы вязать джемпер. Как вы помните, я в декабре или, наверное, в январе рассказывала вам о том, что я очень хочу связать джемпер с жаккардом, используя два цвета. Более светлый серый и более темный серый. И их скомбинировать между собой. И я купила вот как раз две бобинки. А вторую я расскажу вам чуточку дальше. Но вот сейчас вам их покажу. Вот так вот они выглядят. Более светлый серый и более темный серый. Вот эти две пряжи я планирую скомбинировать. Кроме того, к ним я хочу добавить еще кидмохер. Для того, чтобы это была более пушистая текстура и более толстая ниточка. Я планирую вязать, во-первых, в несколько сложений, для того, чтобы это был теплый, такой зимний, уютный все-таки джемпер. И я надеюсь, что у меня получится отснять для вас мастер-класс вот по этому изделию. И вот специально для него я приобрела эту пряжу. Значит, давайте еще несколько слов о вот этой позиции. Это, как я уже говорила, Супер Софт от Бота Паола. И это пряжа Шетланд. Вот здесь 500 метров на 100 грамм. Цена у этой пряжи была просто потрясающая. Опять же, 38 гривен за 100 грамм. Бобинка 500 грамм. И она мне обошлась также в 190 гривен. Всю информацию, я, наверное, уже говорила, я подпишу на экране в любом случае. И да, такая красота. Не устану этим любоваться. Давайте покажу вам последнюю бобинку. Это также стопроцентная шерсть. Она называется New Mill. Производитель. Сейчас я постараюсь заглянуть, удастся ли мне вам показать. Вот так вот называется производитель. Пряжа носит очень интересное название. Краб. И это очень красивый серый цвет. Прям такой вот мой любименький. Хотя, мне кажется, любой серый у меня любименький. Но этот вот тоже любименький. Значит, здесь 750 метров на 100 грамм. То есть, она немного тоньше, чем предыдущая пряжа. Но в любом случае, я буду вязать в несколько сложений. В два или в три я еще пока не решила. И буду добавлять еще ниточку кидмахера, когда буду вязать жаккард. Поэтому я думаю, что разницу в текстуре полотна будет минимально заметна. Вот. Тем более, там будут секции. Скажем так. Поэтому пряжа мне очень нравится. Мне нравится и ее состав, и цвет, и крутка. И, в общем, не знаю, все прям. Все такое красивенькое. Вот. Так что я показала вам все бобинки, которые я покупала. И знаете, какой приятный сюрприз мне сделали девочки из мануфактуры. Они подарили мне еще одну бобинку пряжи. Сейчас я вам ее покажу. Я, честно говоря, очень удивилась, когда получила свой пакет с бобинками, и открыла его, и понимаю, что у меня как-то слишком много пряжи. У вас такое бывает? Слишком много. В общем, друзья, давайте я все-таки покажу вам эту бобинку. Вот так вот она выглядит. Сейчас заглянем на этикетку. Так. Ниточка немного мешает. Вот. Пряжа называется Summer Yak. Здесь 220 метров на 100 грамм. И у нее потрясающий состав. Здесь 36% яка, 17% шерсти, 26% хлопка и 21% полиамида. Это, ну, собственно говоря, полиамидный шнурок, куда набито все это остальное богатство. Я понятия не имею, сколько здесь грамм, поскольку я эту пряжу не заказывала. И, как я понимаю, девочки мне ее просто подарили, за что им огромное просто спасибо. Я очень тронута. Правда, такой щедрый подарок. Я заказывала какой-то бюджетный Шетланд, а мне подарили шикарную пряжу с яком, шнурковую. В общем, да. Еще раз, девочки, спасибо вам большое. Правда, буду вязать и вас вспоминать добрым словом за такой щедрый подарок. У этой пряжи великолепный цвет. Потрясающий состав. В общем, это такой серо-бежевый, что ли, оттенок. Не знаю, как вам это показать. Она невероятно пушистая. Я уже представляю, что здесь будет после ВТО. Наверное, это будет такой прям пух. Так что, да. Еще не знаю, что это будет кардикан или джемпер, но однозначно это будет что-то очень-очень красивое. И, возможно, я даже сделаю для вас мастер-класс. Поскольку пряжу мне подарили, и мне хочется тоже сделать приятно не только себе, скажем так, но и также вам. Поэтому однажды сниму для вас мастер-класс, используя эту потрясающую пряжу. Вот. Так что, да, друзья, это были все мои покупочки и подарки. Поскольку я тут присутствовала не только эта пряжа, которую я сама приобретала, но и ту, которую мне подарили. Поэтому, да. И мне будет очень приятно увидеться с вами в комментариях. Особенно, если вы имеете опыт работы с подобной пряжей. Под своим прошлым видео я получила от вас очень хороший, очень теплый такой фидбэк. Вы рассказали мне о том, как вы работали с этой пряжей, что вы вязали, что у вас получалось, что не получалось. На самом деле, это огромное такое подспорье для меня. И теперь я уже знаю, что мне нужно вязать образцы, какие они должны быть, как их стирать. В общем, все-все-все. И теперь я буду ждать ваших комментариев обязательно под этим роликом. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь своим опытом, расскажете, что вы вязали, какой у вас был опыт позитивный или, наоборот, негативный. Все эти нюансы для меня невероятно важны, поскольку, как я вам уже много раз говорила, я только начинаю знакомиться с бобиной пряжей. И да, любой ваш комментарий для меня всегда очень-очень ценен. Так что да, друзья, до следующего включения. И я с вами еще не прощаюсь. В общем, друзья, я тут решила сделать еще одно небольшое включение. И сразу хотела бы извиниться за эти великие дизайнерские решения на стенах. Это мой ребенок внес некоторые свои дизайнерские поправки в интерьер. Вот, поэтому, да. В общем, я решила показать вам кардиган. На самом деле, я очень надеялась, что я смогу к этому моменту закончить дело. Но я сейчас нахожусь на этапе вязания резинки. И поскольку моя дочка сейчас улеглась спать, я могу вам немножечко поснимать. Поэтому давайте я покажу вам свой небольшой прогресс в вязании кардигана. И тогда уже на днях, скорее всего, подключусь и покажу вам, как у меня будут обстоять дела с вязанием рукавов. Вот, и да, давайте сейчас перейдем к столу, и я покажу вам кардиганчик поближе. Итак, друзья, давайте теперь я поближе покажу вам свой кардиган. Я уже существенно продвинулась после последнего включения. Тогда я показывала вам кардиган на этапе первой полочки. Сейчас я уже связала вторую полочку, да, аналогично. Единственный момент, что я кардиган так не очень ровно разложила на столе, поэтому может казаться где-то асимметрия. На самом деле ее нет. Все связано идеально одинаково. Я измеряла это все сантиметром. И, значит, что я сделала дальше? После того, как я вывязала полочки, я соединила полотно при помощи подрезов и вывязала уже тело, собственно говоря, самого кардигана. Я сейчас нахожусь на этапе вязания резинки. На самом деле я очень надеялась, что я смогу сегодня утром повязать немного, но у моего ребенка на это были совсем другие планы, поэтому, к сожалению, я не смогла повязать и не успела закончить резинку и закрыть это все иглой. Значит, как я вам и говорила, полотно выглядит немного неровным, немного кривым. Во-первых, потому что этот проект у меня хранится в проектной сумке и там он мнется в процессе лежания. А во-вторых, я вяжу его из распущенной пряжи. Но после ВТО, я надеюсь, это все будет более презентабельно выглядеть и я затем смогу вам это показать уже, скажем так, в потребном виде. Значит, давайте кратенько о том, как я делала подрезы, сколько я петель набирала. Давайте вот так на изнаночной стороне я вам покажу. Я набирала по 5 петель на подрез и вязала также все английской резинкой. Набирала при помощи воздушных петель на спицу и соединяла перед и спинку. Здесь очень важно было, скажем так, правильно закончить вязание полочек и спинки на изнаночном ряду для того, чтобы потом удобно было соединять. То есть вы начинаете провязывать лицевой ряд одной полочки, набираете подрез, затем лицевой ряд вяжете по спинке, затем снова подрез и переходите к лицевому ряду, который вам необходимо будет вязать по второй полочке. То есть вязание необходимо заканчивать изнаночным рядом, как на спинке, так и на полочках. Вот. Это такой момент. И по 5 петель на каждый подрез. Ну, скажем так, количество петель подреза можно варьировать в зависимости от размера. То есть если вы хотите кардиганчик поуже, то вы набираете меньше петель. Если вам необходим кардиган, скажем так, большего размера, более такой оверсайз, то вы, соответственно, на подрезы можете набирать больше петель. Главное, чтобы их количество было нечетным. Вот. И после того, как я отвязала кардиган на необходимую мне длину, у меня здесь, по-моему, 37 косичек от подреза. И здесь такое же количество рядов, как и в моем джемпере. То есть я не стала делать кардиган длиннее. По-моему, я провязала на один ряд больше. Ну, в общем, это, мне кажется, не критично. И далее я перешла к вязанию резинки. Сначала 4 ряда резинки я вязала на спицах номер 6. Теперь я перешла на спицы номер 5. И закончу я вязание обычной резинки на спицах 4,5. И буду закрывать иголочкой. Имитирую итальянский набор. И затем я уже перейду, наверное, к обработке планки, либо к вязанию рукавов. Я еще не решила. Вот. С чего я начну. Вот. Может быть, я даже постираю. В общем, будет видно. Так что, да, друзья. У меня немного здесь гремят спицы. Просто хотела вам показать свой кардиган. Я, наверное, еще в течение этого влога к вам подключусь. Покажу, как с ним будут обстоять дела. Но вот на сегодняшний день все выглядит вот таким образом. Мне он очень нравится. Он очень нежный, очень красивый. Конечно, на камере это все пока что выглядит немного непрезентабельно. Но я уверена, что потом это будет все очень-очень красиво. Так что, да, друзья. До следующего влечения. В общем, друзья, я хочу сделать небольшое включение и показать вам свой кардиган. Решила так поближе поставить камеру, чтобы вы могли оценить всю фактуру. Поскольку, когда я камеру поднимаю повыше, кардиган выглядит как-то не очень красиво. И да, я хотела бы извиниться за посторонний шум. У меня у соседей очень громко плачет ребенок. Поэтому, да, в общем, давайте посмотрим на мой кардиган. Как я вам говорила, я хотела закрыть низ. К сожалению, иголочкой, имитируя итальянский наборный край, я закрыть не смогла. Да, поскольку пряжа очень пушистая, у меня очень сильно путалась ниточка. Поэтому я закрыла обычным способом. Вот так вот это выглядит сейчас. И на самом деле, мне кажется, что это не окончательный вариант. Поскольку я все-таки закрыла резинку на спицах 4,5. Она, мне кажется, слишком тугой. И я планирую это все еще раз перевязать. В общем, распущу, скорее всего. И попробую закрыть, провязать резинку где-то на спицах 5 или 5,5 полностью всю. И закрыть более эластично, поскольку такое закрытие мне не очень нравится все-таки. Так что низ будет еще дорабатываться. И давайте теперь покажу вам рукавчик. На самом деле, я вяжу на довольно коротеньких спицах. Здесь у меня, во-первых, укороченные спицы сами по себе. И лесочка всего 20 см, поэтому рукавчик выглядит таким маленьким. Но на самом деле он очень-очень широкий. Вот так вот. Даже не помещается полностью в кадр. Вот так выглядит сам рукав. Плюс, как вы понимаете, полотно еще растянется после ВТО. В ширину и в длину потянется. Поэтому, да. Масштаб рукава очень сложно оценить. Но, поверьте, рукава будут очень объемные, очень широкие. И вот если смотреть на пропорцию самого кардикана, то вы видите, что, в принципе, тело у кардикана довольно короткое, а рукав, сама пройма тоже довольно широкая. То есть, примерно, вот, соотношение в половину. Вот. То есть, половина это рукав, половина это тело кардикана. Ну, тело длиннее на резиночку. Вот. Это так, чтобы вы могли примерно оценить весь масштаб. Вот. Хотела сначала обработать планку, но потом передумала, решила, что еще не окончательно я утвердила эту резинку. Поэтому решила планку не обрабатывать, взять за вязание рукавов. И затем уже буду, после того, как окончательно свяжу резинку по низу кардикана, и меня она устроит, тогда я буду уже обрабатывать. Значит, по рукаву я выполняю убавки. Вот так вот они выглядят. Здесь у меня центральная изнаночная петля, относительно которой я выполняю убавки. Вот здесь вот у меня первая убавочка была. Убавки я выполняю каждые 20 рядов. То есть, каждые 10 косичек. То есть, вот 10 косичек провязала. Точнее, 9, да. И 10 косичку, когда я провязываю, я выполняю убавку. Так что, да, вот так вот выглядит сейчас мой кардиканчик. Очень красивый, такой пушистенький. Очень-очень мне нравится. Так что, да, мой серый пушистик. Всем привет, друзья. Я решила к вам подключиться в таком формате руки в кадре. Немножечко с вами поболтать. Рассказать вам о последних новостях. Показать свои кое-какие покупочки. Также покажу вам свои небольшие продвижения по кардикану. И расскажу вам о своем новом визуальном процессе. Наверное, этим включением я как раз и закончу свой недельный визуальный влог. Поскольку сегодня уже суббота. И, да, вряд ли мне удастся за этот день, за воскресенье, да, я имею ввиду, что-то особенно глобальное так повязать. Поэтому, да. Давайте я начну, наверное, с нового процесса. Пока мой новый процесс находится на этапе образца, показываю вам именно изнаночную сторону, поскольку я буду вязать кардикан именно изнаночной гладью. Вот так вот это выглядит. Это бобинная пряжа. Вот так выглядит его лицевая сторона. Давайте покажу вам бобинку. Вот так выглядит сама бобинка. Эту пряжу я заказывала в магазине Барашка. Называется она Афина. И здесь альпака, шерсть, мадал, полиамид и еще что-то. В общем, я уже точно не помню, но я точный состав подпишу вам на экране. Вот. Значит, здесь 220 метров на 100 грамм. И я буду вязать кардикан в рамках тестирования. Вот. Я выбрала именно эту пряжу, поскольку она больше всего подходила и по внешнему виду. Да. Вот когда я связала образец, я поняла, что это именно такая текстура, как и у автора описания. Хотя, по-моему, автор вяжет не из бобинной пряжи, а из моточной. Но вот и метраж, и внешний вид пряжи очень похожи. Вот. Поэтому я решила остановиться на этом варианте. И буду вязать сегодня. Начну кардикан. Вот. Кардикан будет вязаться снизу вверх. В общем, все как я люблю. Такой объемненький, красивый, оверсайз, модный, укороченный кардикан-жакет. В общем, что-то в этом духе. Вот. Значит, это первая вещь, которую я хотела вам показать. Теперь давайте я покажу вам пряжу. Вот такой вот небольшой, но очень красивый заказ пряжи ко мне приехал. Это твит. Сейчас постараюсь вам показать. Вот так вот выглядит цвет. Это очень красивый, такой темно-синий. По-моему, эта пряжа называется... Даже не пряжа, а цвет. Неви. Вот такой темно-синий. И здесь есть вкрапление горчичного, которые выглядят как кусочки золота. И голубого. Невероятно красивый цвет. Я заказала 250 грамм данной пряжи. Еще раз повторюсь. Этот вид. А если говорить о производителе, то это филоти или филоти. На самом деле я не владею итальянским. Даже чуть-чуть. Поэтому, возможно, мое произношение будет абсолютно неправильным. Если вдруг вы знаете, как это правильно называется, то я буду рада, если вы поделитесь своими знаниями в комментариях, чтобы я в следующий раз уже могла правильно все говорить. Если говорить о составе, то здесь 55% мериноса, 20% шелка и 25% акрила. Состав у пряжи довольно хороший, учитывая ее стоимость. Стоила эта пряжа 90 гривен за 100 грамм. Я заказала, еще раз повторюсь, 250 грамм. И у меня в планах связать летнюю футболку. Да, несмотря на то, что это как бы меринос, в основном я понимаю, что в Норвеге летом довольно холодно. И такая короткая футболка топ будет мне в самый раз. Вот, я еще пока не определилась с фасоном, но, скорее всего, это будет круглая кокетка. Вот, так что, да, я, наверное, не сказала. Метраж у этой пряжи 500 метров на 100 грамм. Вот, такая вот красивенькая пряжа. Заказывала я ее в инстаграм-бутике. Очень приятная девушка, но название магазина просто ужасное. Как же она называлась? Пряжа, золото в моточках или в клубочках. В общем, я очень извиняюсь, но название, к сожалению, я запомнить так и не смогла, хотя пыталась, наверное, раз 20. В любом случае, правильное название магазина, и ссылочку на него я оставлю внизу, поскольку там действительно хороший выбор, довольно качественный и недорогой бобинной пряжи. И я очень рада тому, что я нашла там потрясающий твит с хорошим составом, по хорошей цене, и посмотрите, в каком потрясающем оттенке. Вот, так что, да. Кстати, посылочка ко мне пришла буквально за 2 дня. Так что, да, давайте я покажу вам свой кардиган. Сейчас, наверное, нужно освободить немного места. В общем, друзья, я постаралась тут немного разложиться. Конечно, спицы будут стучать, потому что они попадают на стол. В общем, я вяжу сейчас рукав. К сожалению, только первый. И у меня провязано вот примерно столько. То есть это где-то до локтя. Может быть, немножко больше. Вот здесь я выполняла убавки. Раз, два, три, четыре, пять. На данный момент у меня выполнено 5 убавок. И убавки я выполняла в каждом седьмом ряду. Дело в том, что рукав я привязывала несколько раз. Наверное, если бы я его не перевязывала, я бы уже его довязала. Но я сначала начала выполнять убавки каждые 10 рядов. И мне показалось, что рукав слишком широкий. На самом деле, рукав, в принципе, очень широкий. На экране это, конечно, масштаб весь не передается, поскольку пряжа здесь немного присобрана. И после ВТО она еще распрямится, прибьется, станет еще более такой растянутой. И рукав станет вот практически до уровня талии. То есть обхват рукава здесь действительно большой. Чтобы вы понимали, на рукав я набирала 72 петли. Вот. И это как бы довольно много. Сейчас я постепенно выполняю убавки. И буду убавлять до самого манжета. И затем уже, скорее всего, на спицах 4,5 или, возможно, 5 я закрою резиночку. Ну, провяжу резиночку и закрою обычным образом. Вот. Затем уже перейду к вязанию второго рукава. Как я вам говорила, я уже несколько раз перевязала низ данного кардигана. Дело в том, что изначально я вязала на спицах номер 6, а затем на спицах номер 5 и закрывала на спицах 4,5. Мне показалось, что слишком рыхло. Я распустила и перевязала на спицах полностью 4,5 резинку, закрыла. И теперь мне кажется, что слишком туго. В общем, как вы видите, да, вот здесь идет так ровненько, а потом вот резко так вот идет искривление. И это заметно, да, что изменился номер спиц. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, нужно распустить и закрыть резинку хотя бы на пятерке. Для того, чтобы это было не так заметно, скажем так. Или взять, может быть, 5,5, поскольку на шестерке мне очень не нравится, очень рыхло выходит. Хотя вот этот красивый переход, когда со спиц, на спицах номер 6, переходишь от вязания английской резинки на обычную резинку, это выглядит довольно красиво. Вот так что, да, вот так выглядит мой кардиган. Здесь мои полочки. Давайте покажу вам вторую. Очень красивый, очень такой пушистенький. Невероятный просто кардиганчик. Вот так вот это все выглядит. И мне очень нравится. На самом деле, если бы у меня было, наверное, немножко больше свободного времени, я бы его уже закончила. Так я его мучаю, мучаю. И, ну, я его в любом случае довяжу, поскольку он мне очень нравится. Единственное, я не купила пока для него пуговицы. Тем более, я хочу купить не пуговицы, в прямом смысле этого слова. Я хочу купить кнопки, но которые сверху будут украшены очень красивыми пуговицами. Поэтому, скорее всего, я просто свяжу планки, не буду там делать отверстия под пуговицы. И буду уже искать свои идеальные кнопочки с идеально красивыми пуговками сверху. Так что, да. И если вдруг, друзья, вы знаете, где можно купить эту красоту, да, где продаются очень красивые пуговки, и было бы прекрасно, если бы у них была еще доставка по Европе, вот, то вообще было бы прекрасно, поскольку я хочу их прикупить уже после того, как мы приедем в Норвегию. Вот. Так что, да, наверное, это все, что я хотела вам показать. Хотя нет, у меня есть еще одна покупочка. Она, конечно, не такая эффектная, как пряжа, но, тем не менее, она тоже важна. И сейчас я вам ее покажу. Значит, я заказала моталку. Вот так вот она выглядит. Это самая обычная моталка, как на Алиэкспресс продается. В общем, вот так вот она выглядит. И я ее заказывала здесь, в Украине, в интернет-магазине, поскольку моя посылка с Алиэкспресс шла очень-очень долго. Многие посылки почему-то продавцы отменили. И, да, поэтому я решила не рисковать с моталкой. Тем более у меня так много бобинной пряжи. И просто решила купить ее здесь. Она мне обошлась почти в 500 гривен. Выглядит она самым обычным образом. Значит, что касается магазина, то магазин называется вот так, на крючке. Кстати, вы мне его и рекомендовали под одним из моих предыдущих влогов. Вот, ссылочку на него я в любом случае оставлю. Я заказывала эту моталку через Инстаграм. Вот, ну, она хорошо выглядит. Я ее посмотрела, еще не собирала, ничего на ней не мотала. Но выглядит она довольно хорошо. То есть никаких там треснутых или поломанных деталей у нее нет. Так что, да, вот такое вот богатство у меня появилось. В общем, друзья, теперь точно все. Я показала, кажется, вам все свои покупочки. И рассказала обо всех вязальных новостях, которые у меня произошли на этой неделе. Очень рада была с вами увидеться, с вами поболтать. Вот, наверное, на этом моменте я буду заканчивать свой вязальный влог. Хотела сказать вам огромное спасибо за то, что вы провели это время со мной. Надеюсь, вы провели его с удовольствием, повязали. И, да, наверное, мне хотелось сказать еще раз огромное спасибо вам за то, что вы так тепло встречаете мои влоги, за то, что вы поддерживаете их лайками, комментариями. Меня это невероятно как бы поддерживает и мотивирует, поскольку на самом деле снимать влоги мне невероятно нравится. Это такой, не знаю, такой душевный формат, когда ты садишься и рассказываешь о том, что тебе интересно, о том, что тебя сейчас волнует. Делишься какими-то приятными моментами в своей визуальной жизни, как со своим лучшим другом и находишь при этом такой теплый отклик. В общем, огромное вам спасибо. И я думаю, что влоги будут и дальше появляться на моем канале. Поэтому, да. Также, друзья, я хотела вас попросить, если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать его лайком, поскольку это позволяет моему видео рекомендоваться другим зрителям. И, возможно, это позволит кому-то найти мой канал и присоединиться к нашей дружной компании. Вот. Так что, да, буду рада увидеться с вами в комментариях, там поболтать, рассказывать. На чем сейчас работаете вы? Как проходит ваша весна? Я же, друзья, как всегда с вами не прощаюсь. Мы увидимся с вами уже довольно скоро в следующем видео. И до новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok